Дельфинарий Начнем с того, что Дельфинарий в городе Рязани начал работу с 10-го числа, 10-го декабря. Начали мы, как всегда, традиционно с благотворительного представления, которое предоставляли самым незащищенным своим населением, детским домам, детям-инвалидам, те, у кого какие-то трудности в финансовом плане, чтобы никого в городе не осталось обделенных, те, кто хотел увидеть дельфинов, посмотреть на шоу, в любом случае посетили. Программа у нас, мы вообще работали в городе Рязани, работали мы 4 года назад летом возле торгового центра Круиз. Нас, конечно, не надо путать с какими-то другими дельфинариями, больше нас никогда тут не было. И в этот раз мы привезли очень сильную программу, то есть те, кто был, всем понравилось. Она отличается от предыдущей. У нас, значит, обновился, во-первых, состав животных. У нас сейчас выступают черноморские дельфины Афалины, северный белый кит Белуха и морские котики. У нас, значит, первоклассная команда тренерского состава, в связи как сейчас не сезон на юге. Вот они сейчас к нам перебрались, сделали нам потрясающее шоу. Ну, как бы, слышим только слова благодарности на выходе. Вот. В двух словах описать представление, ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В целом, это длительность представления где-то 40-50 минут. Вот. Всевозможные трюки, это, значит, и сальто, и прыжки, и самые захватывающие номера, это когда тренер в воде с дельфинами выполняет очень интересную программу по котикам, там по сценарию сделано. Ну, то есть, приходите, посмотрите. Стыдно. Глаза на выходе смотреть меня вам не будет. Ну, тем не менее, Антон, ну, наверное, знаете, да, что вот в нашем городе совсем недавно зоозащитники устраивали акцию, собирали подписи, был митинг. То есть, утверждают люди то, что, ну, плохо животным, когда их перевозят, вот, да, в дороге, в этих дельфинариях, что содержатся они в нехороших условиях и страдают. Вот. Что может сказать на эту тему? Ну, если честно, это уже старая песня, это уже длится, наверное, второй год, что вот в каком-то городе с десяток людей, скажем так, единомышленников, считающих то, что дельфина содержат в непригодных условиях, то, что, ну, какие-то вот требования выставляют. И буквально вчера перед представлением они, ну, незаконно пытались сделать митинг, то есть в количестве четырех человек, после чего их забрала милиция, они убезли всех. Пытались сделать митинг, то, что вот освободите живот, освободите дельфина. То есть, ну, с людьми, если честно разговариваешься, пытаешься настроить какой-то диалог, приглашал я их тоже в студию, давайте, говорю, репортаж сделаем, пообщаемся. Ну, как-то желания нет. Какие цели и задачи преследуют, ну, совершенно непонятно. То есть, ну, что вы хотите, что вы в итоге добиваетесь, я спрашиваю. Чтобы мы куда животных дели, если, по вашему мнению, у нас к ним плохое отношение. Выпустили в море, это невозможно. Животные, которые рождены в неволе, которые пробыли в неволе с десяток лет, но они не адаптируются, они погибнут в ближайшую неделю, потому что они не найдут себе пропитание. Они утверждают, есть центры реабилитации, которых можно выпустить животных, они побудут в центре реабилитации, потом их выпустят в море. Абсолютно, значит, могу заявить точно, что ни одного такого центра реабилитации нет, и ни одного нет случая, чтобы животное выпустили в море, и он там остался живой. Вот, мы, значит, открыты для любого диалога, для кто бы то ни был, пожалуйста, приходите, пожалуйста, снимайте на камеры, смотрите, в каком состоянии животное, ни для кого не секрет, пусть приходит даже вецслужба, то есть любые дневники животных, сцены их нездоровья, то есть у нас плановый осмотр раз в месяц проводит ветеринар мирового уровня, то есть люди, которые немножко знают, то есть кто связан в сфере развлечения, цирков, зоопарков, они все прекрасно знают этого человека, он работает в Америке, в Европе, в Саудовской Аравии, вот он у нас как штатный ветврач, он каждый месяц в любом случае приезжает на проект, делает забор крови, ну, то есть свои процедуры проводят, следит за состоянием здоровья животных. Вот. Помимо всего прочего, три инженера по водоподготовке, то есть чтобы создать животным комфортные условия, для этого должна быть комфортная среда, среда для них в данном случае вода является. И вот круглосуточный надзор за водой идет, там есть некоторые показания, ни для кого не секрет, искривать это не собираешь, что мы там добавляем хлор в воду, но могу сказать, что водоканал тоже добавляет хлор в воду, для того, чтобы мы с вами ничем не заболели, то же самое с животными происходит. И вот, значит, круглосуточно эти инженера по водоподготовке смотрят за состоянием воды и делают определенные показатели, согласно нормам. Поэтому с этим проблем нет. Фирма уже существует почти 10 лет, и уж система полностью отточена, но тут, как говорится, к нам не придерешься с этой точки зрения. Неоднократно были у нас проверки, то есть как раз инициированы зоозащитниками, когда, значит, у нас же предусматривают по первому заявлению, прокуратура должна прийти и проверить. Ну вот мне, если честно, жалко всех сотрудников, которые к нам идут, все ведомственные службы, там, ветеринары, природоохрана, там, ФМИ, они же всем подряд начинают писать. Ну и те, по первому зову, должны подниматься, бросать свои, вот, на самом деле, какие-то дела, которые полезны были бы для всех, какими должны заниматься, идти к нам, вот этот бумажный волокей-то начаться. У нас куча есть решений. Пожалуйста, приходите, смотрите. О том, что решение суда постановило, о том, что деятельность является законной, проблем никаких нет, следствие прекратить. На все же тратится время, люди теряют свое время, у них какая-то... Приходят к нам, значит, у них проверка проходит, потом они нам выдают целый райдер документов, каких мы должны собрать, потом их сидят проверяют, там, краснеют, трудятся. В конечном итоге ничего не находят. Ну, то есть, я проблему никакой не вижу. Если у кого-то какие-то есть вопросы, всегда, пожалуйста, приходите. Именно вчера, когда у них был этот митинг, хотя он был незакон, он был сразу бы гонять. Я говорю, нет, пойдемте, я говорю, вы вместе со мной пройдете, я вам все покажу, что вам не нравится. Мы туда ногой не ступим, как черт от ладуна шатается. Ну, их не право. Ну, в принципе, любой, наверное, человек, который пойдет смотреть представление, да, ну, в общем-то, может, наверное, воочию убедиться, что зверушки живые, здоровые и хорошо себя чувствуют. Да. То есть, перед представлением даже, когда идет запуск, животные, то есть, в свободном доступе, в свободном контакте для людей. То есть, каждый человек может вообще подойти к краю бассейна. Дельфины, они же такие игривые, очень интересные создания. Он подплывет, можно посмотреть ему в глаза там. Ну, то есть, убедиться в том, что вот даже по внешнему виду можно понять, что животное абсолютно здорово. Если животное не здорово, оно даже работать не будет. Оно не будет показывать трюки, не будет никакого представления, ничего не будет. А вот скажите, пожалуйста, Антон, вот все вот эти дельфины, они рождены в неволе, да? То есть, они, в принципе, никогда не были в море, не знают, что это такое. То есть, они абсолютно приспособлены? Нет, не все. Ну, вот, например, черноморские афалины, да, рожденные в неволе. Например, белухи те же самые. Это уже происходило от лов, это была уже адаптация. Ну, опять же, вот те же самые уссурийские тигры, только по какой причине они остались вообще вот в нашем мире? То есть, животного надо научить жить в неволе, для того, чтобы сохранить вид, популяцию. То же самое и с дельфинами. Вот те же самые черноморские афалины занесены в Красную книгу. И, значит, не дать пропасть популяции можно только путем создания невольных условий, разведения и потом уже адаптации. Хотя до адаптации еще дело не доходило. Расскажите, пожалуйста, вот сколько еще пробудет дельфинарий в нашем городе. И еще, кстати, расскажите, в каких еще городах были, например, вот в последнее время? Ну, за десяток лет мы уже объехали всю Россию, начиная от находки и заканчивая Калининградом. То есть, ну, наверное, не осталось ни одного крупного города, в котором бы мы не побывали. А у нас сколько еще будете и куда идти? Будем мы весь январь, в любом случае, в городе Рязань. И прямая дорога у нас лежит на городе Санкт-Петербург. Мы уже там были, очень понравилось. Вот сейчас второй заход, как говорится. Осталось добавить, то, что дельфинарий находится возле торгового центра «Премьер». График работы, график представлений это среда, четверг, пятница в 18 часов и суббота, воскресенье в 12, 15 и 18. В новогодние праздники, в любые другие праздничные дни, по три представления в день будет, в 12, в 3 и в 6. Ну, а вообще за дополнительную информацию лучше обращаться по телефону. Ну что ж, спасибо вам, что вы все прояснили, рассказали. Я телезрителям напомню, в гостях у меня был Антон Брэйкин, управляющий «Дельфинария». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова